Белорусский парламент закрыл сегодня осеннюю сессию. Она продлилась всего 14 дней и стала самой короткой в нашей истории. Депутаты успели решить все организационные вопросы и определились с составами профильных комиссий. Экономика, национальная безопасность, медицина, образование и социальная сфера. Как и в предыдущем созыве их 14. В законотворческой работе парламентарии приступят уже в следующем году. Сейчас в Палате представителей более 30 законопроектов. Примерно треть из них перешли от прошлого состава, будут рассмотрены во втором чтении. Среди новых документов закон о государственных организациях, о лицензировании, о волонтерской деятельности. Депутаты также войдут в состав республиканской экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности. На эту работу, напомним, президент отвел полгода. Каникул никаких у нас нет, поэтому действительно мы на сегодняшний день завершили решение всех организационных вопросов. Предстоит такая большая работа по работе с законопроектами. Ну и вы знаете, что буквально уже весной мы начинаем рассматривать пакет бюджетных документов. И в состав комиссии, которая будет создана вместе с правительством, войдут депутаты Палаты представителей. Нам надо, конечно, провести ряд учеб по вопросам законотворчества, что будет сделано в январе месяце. Сегодня состоялось также заключительное заседание первой сессии Совета Республики Седьмого Созыва. Спикер Верхней Палаты Наталья Качанова призвала сенаторов активнее сотрудничать с молодежью, чаще освещать свою деятельность в СМИ и социальных сетях. Новый импульс предстоит передать работе в регионах, чаще встречаться с людьми и решать конкретные вопросы на местах. В следующем году предстоит разработать ряд новых законов. Особое внимание к социальной, демографической и экологической темам. Весенняя сессия Белорусского парламента откроется 2 апреля.